В эфире РБК новости Башкортостана. Мы вещаем из отеля Краун Плаза Уфа. Меня зовут Максим Окунев. Здравствуйте. В республике запустят программу скорой экспортной помощи. О ее реализации в следующем году рассказал первый вице-премьер башкирского правительства, министр экономического развития Рустам Муратов. Будет сформировано четыре группы экспертов, куда войдут специалисты Госкомитета по внешнеэкономическим связям, вузов региона и консалтинговых агентств. Они проанализируют деятельность предприятий, чтобы выявить производимые товары, которые востребованы за рубежом. По словам Рустама Муратова, многие бизнесмены и руководители просто не знают о своем экспортном потенциале и нуждаются в помощи профессионалов в этой сфере. Наша задача это показать этим предприятиям, чего они могут достичь. В какие страны есть запрос на их продукт. Сколько этот продукт будет там стоить. Пошаговая демонстрация каждого шага, что необходимо сделать, чтобы на полках Турции оказался, или другого государства, оказался этот продукт. Также потенциальные экспортеры смогут рассчитывать на государственную поддержку. Речь идет о программах экспортный кэшбэк, субсидирования сертификации продукции, а также ее продвижении на международных маркетплейсах. В Башкортостане застройщики из-за нехватки кадров могут не успеть сдать жилье в запланированные сроки. Причиной тому называют уменьшение числа трудовых мигрантов из-за пандемии коронавируса. В строительной сфере иностранные рабочие традиционно занимаются отделочными работами, а также возведением монолитных конструкций и благоустройством. Доля нехватки кадров в этих видах работ в некоторых регионах достигает 50%, сообщает в МВД. В среднем по стране этот показатель составляет 22%. Наиболее остро проблема стоит в Приволжском федеральном округе, отмечают эксперты. Где девелоперы не спешат выводить на рынок новый объект из-за постоянно растущих затрат. В Башкортостане процент неизданного в срок жилья в текущем году пока не уточняют. Однако есть проблемы по ряду социальных объектов, сообщают в Минстрое региона. Ну и, к слову, из-за оттока трудовых мигрантов пострадали также и другие сферы. Например, услуги. Там работников иностранцев стало на 33% меньше. На 28% сократилось число рабочих в домашних хозяйствах. На 25% в сфере водоснабжения, организации, сбора и утилизации отходов. За год в Башкортостане объем микрокредитования снизился на треть и составил 2,5 миллиарда рублей. Цифры приводят в Национальном банке по республике. Жители стали меньше обращаться в микрофинансовые организации за снижение доходов, потери работы на фоне пандемии коронавируса. Сам рынок МФО остается нестабильным. Количество компаний в этом секторе сократилось. Сейчас в регионе их насчитывается 40. На 10% уменьшилось и количество их отделений в муниципалитетах. На это во многом повлияли не только пандемия, но и реформирование системы МФО. В прошлом году в России установили предельно допустимую сумму переплат за микрокредиты. Ужесточается контроль и за соблюдением этих правил. Со следующего года надзор за 90% микрокредитных компаний переходит в ведение саморегулируемых организаций. До этого больше половины МФО оставались в ведении Центробанка. Сейчас исключается дублирование надзорной нагрузки. До этого, до 1 января 2021 года данные компании сдавали отчетность в Банк России. Сейчас эта отчетность будет предоставляться только в саморегулируемые организации. Тем самым исключается, снижается цель этих изменений снизить нагрузку на микрофинансовые компании. Сокращение количества МФО многие эксперты называют положительным явлением. На рынке остаются более добросовестные и устойчивые компании, которые играют важную роль в кредитовании не только физических лиц, но и МСП. К слову, в Башкортостане за год малый и средний бизнес занял у МФО порядка 300 миллионов рублей. 700 тысяч тонн молока произведено в Башкортостане за 11 месяцев 2020 года. К концу года планируют увеличить объем до 750 тысяч тонн. Для сравнения, за весь 2019 год хозяйства республики произвели 730 тысяч тонн продукта. Об этом сообщили в республиканском винтельхозе. При этом средняя закупочная цена литра сырого молока за 11 месяцев 2020 года составила 25 рублей. В 2019 она была ниже 24 рубля. При этом с января по апрель этого года в республике наблюдался значительный рост производства молока. Положение молочной отрасли в период пандемии осложнится введением обязательной маркировки. Ее внедрение по предварительным подсчетам потребует вложений бизнеса 50 миллиардов рублей на начальном этапе. И в последующие годы по 24 миллиарда. По словам генерального директора Национального союза производителя молока Артема Белова, свести затраты предприятий к минимуму невозможно. Поэтому будут разработаны меры государственной поддержки для бизнеса. Сейчас уже вносятся изменения в нормативно-правовую базу, которая позволит производить и получать льготные кредиты на приобретение оборудования. В настоящий момент также разрабатываются предложения по возмещению прямых понесенных затрат бизнеса. А также предлагается ряд мер со стороны мемпромторга, в том числе на удобрение НДС на типографское оборудование. Напомню, обязательную маркировку на продукцию со сроком годности более 40 суток планируется ввести с 1 июня 2021 года. На следующем этапе внедрения код DataMatrix начнут наносить и на скоропортящиеся товары. Помимо этого, учет товара по партиям предложено начать только с июня 2022 года, а по штучной – с 1 декабря 2023 года. Ранее введение маркировки молочной продукции не раз переносилось. Эксперты прогнозируют падение автомобильного рынка в республике в начале 2021 года. Это произойдет, несмотря на повышенный спрос на новые автомобили в ноябре и декабре этого. Наиболее заметным фактором в автомобильной отрасли всей страны остается дефицит автомобилей большинства марок, который сдерживает рост продаж. В зависимости от модели автомобиля, срок его ожидания может составлять от полутора до шести месяцев. При этом, учитывая падение рубля на международном валютном рынке, стоимость автомобилей в ближайшее время будет только расти, отмечают специалисты. Согласно прогнозам, цены в первом квартале 2021 года поднимутся в среднем на 5%. Но, как мы понимаем, к сожалению, покупательская способность либо остается на том же уровне, либо даже падает. Тем самым прогнозирую большее падение в среднем сегменте, в меньшей степени в премиальный рынок. Если в общем погоду, в лучшем случае это будет стагнация. Изменения могут произойти только в начале второго квартала, предполагают эксперты, когда объем поставок в середине года увеличится относительно 2020-го, а в аналогичный период времени на 8%. И на этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на телеканале РБК. РБК.